Вот-вот уже на наших устройствах мы увидим патч 4.7, где в первой половине нас встретят дендромечник Альхайтам и новенькая мадам Кларинда. Давайте же быстренько пробежимся и посмотрим, что это за персонажи и с чем их едят, ну и заодно решим, кто из них достоин наших круток. Давайте начнем с Альхайтута. Ну что ж тут говорить, безумно сильный дендродамагер, нацеленный на нанесение основного урона с помощью вызова реакции. Он отлично взаимодействует с большинством персонажей и при этом может вносить ДПС как с обычных и заряженных атак под инфузией, так и с помощью способностей. При этом герой является довольно гибким, ввиду чего и построение, и отряд в обоих случаях может оставаться прежним. Однако геймплей все же обретает свои определенные нюансы. Эффективен как против одиночных целей, так и против группы врагов, а универсальность это залог успеха. При возвышении увеличивается дендро урон, благодаря чему растет совокупный дамаг от способностей и обычных атак, наполненных инфузией. С помощью рывка элементального навыка может быстро перемещаться по миру и полю битвы, а также уворачиваться от атак врагов. Из минусов можно отметить трудности при балансировании статов, поскольку герою требуется немало мастерства стихий, а также криты, силы атаки и восстановления энергии из-за относительно дорогой ульты. Также могут возникнуть трудности из-за механики с зеркалами, ведь для нанесения максимального урона необходимо соблюдать правильную ротацию. Однако в этом ничего удивительного. Хочешь много урона, делай все правильно. А также у Альхайтама отсутствует сопротивление прерыванию, из-за чего комбо может легко прерваться и стать причиной значительной потери ДПС. Но тут нам приходят на помощь щитовики. Одевается в лучшем данже Сумеру, так что с этим проблем явно не возникнет. Но помним про сложный баланс статов. Наш мужчина не сильно нуждается в констах, однако С2 будет очень хорошим, ведь оно способно повысить мастерство стихий после создания зеркал до 200 единиц. А пассивная способность раскрытия тайн повышает урон элементального навыка и взрыва стихий, в зависимости от МС Альхайтама. В общем, все в плюсе, но не наши кошельки. Но давайте же посмотрим на мамочку Клариндочку. Ну, она шикарная, больше и добавить нечего. Но все-таки давайте разберемся. Кларинда использует элементальный навык, чтобы войти в состояние ночной дозор, активирующая ее стойку. Во время стойки она получает инфузию и использует измененные обычные атаки для нанесения урона. При этом все ее обычные удары во время ночного дозора дают ей дебаф «Долг жизни», а навык снимает его. Взрыв стихий Кларинды вешает на героиню «Долг жизни» и наносит высокий мгновенный урон. Важно упомянуть, что во время работы стойки лечение от союзников не восстанавливает ХП Кларинды, а наоборот увеличивает ее «Долг жизни», который важен для поддержания боевой эффективности. Исцеляться героиня может только вне стойки, либо элементальным навыком. Давайте сразу поговорим, что С1, ну приятненько. Первое созвездие позволяет провести две дополнительные атаки во время действия стойки ночного дозора, когда Кларинда использует обычные удары. Эти атаки не наносят много урона, однако имеют низкий КД, что в сумме образует довольно неплохую прибавку к урону персонажа, поскольку Кларинда большую часть времени находится в состоянии ночного дозора. Ну, а теперь в общих чертах о плюсах и минусах. Из плюсов можно выделить то, что она способна наносить урон как в ближней, так и на средней дистанции, благодаря поочередным ударам мечом и выстрелами из мушкета. Может самостоятельно себя лечить и вешать «Долг жизни», на котором завязан ее основной геймплей, но в принципе этим персонажи Фонтейна не удивляют уже. Выстрелы во время неистовой охоты обладают пробивающим эффектом, который позволяет быстро разбираться с группами врагов. Также стоит отметить, что при возвышении у Кларинды повышается крит-шанс. Также эта характеристика усиливается во время действия пассивного навыка «Законное вознаграждение». Оттуда можно получить еще 20% крит-шанса. При прокачке нуждается только в силе атаки и критах. Взрыв стихий довольно недорогой, а мастерство стихий – ситуативная характеристика, поэтому можно сосредоточиться на полном увеличении урона персонажа. Для максимального раскрытия мамочки необходимо набрать 3000 силы атаки. Ну а из минусов – это то, что ее не дают бесплатно. Ой, ну ладно. Ну давайте вспомним, что лечение от хиллеров не работает на Кларинде, однако дает ей долг жизни. Опять хотим, наверное, Беннета в отряд. Ради бафа силы атаки. Бедный Бенни. Как его разорвать на столько отрядов-то? Также прожатие способностей при разном количестве долга жизни дает отличающиеся эффекты, из-за чего необходимо постоянно следить за уровнем дебафа и ротацией. Если долг жизни 0%, Кларинда делает рывок. Если долг жизни меньше 100% от максимального хп героини, пронзание ночи восстанавливает здоровье Кларинды пропорционально значению дебафа и увеличивает радиус и урон следующего пронзания. Если долг жизни больше или равен 100% от максимального хп здоровья Кларинды, она выполняет пронзание ночи Пакт, которая еще больше восстанавливает ее хп, увеличивает радиус и урон следующего пронзания ночи. По стандарту ее можно одеть в глад, что очень облегчает ее сборку. Но, конечно, мы хотим пойти в данж, где есть ее сигнатурный сет. Однако, хорошая альтернатива – это всегда прекрасно. Ой, что-то я заболтался о Кларинде. Но ведь она так прекрасна. Если подводить некий итог по ролику, я бы все же советовал выбить Кларинду. Что-то новое – это всегда хорошо. Но и не стоит недооценивать Аль Хайтама. Эта дендромашина уничтожает все на своем пути. Тут лишь выбор за вами. Я могу лишь пожелать вам удачных круток. Ну и залетайте в телегу, там проходит розыгрыш Луны. А она поможет накопить на этих прекрасных персонажей. Ведь данный патч, ну уж очень сладкий. Как и вы, мои конфетки. Всем пока-пока и удачи на просторах Тейвата. Субтитры сделал DimaTorzok